Всем пламенный арт привет! В этом ролике будет информация для тех, кто хочет сделать большие клетки. Это заливка на клее ПВА. Сделана она с помощью, с применением вот таких сухих пигментов. Воду я не буду добавлять в этой заливке вообще. За место воды у меня будет вот такая грунтовка на основе акрилатов. Основное вещество в заливке, конечно же, клей ПВА. Клей у меня универсальный и моющаяся для ванной краска строительная. Сперва просто покажу, как я делаю подложку под основную заливку. Все краски я и клей ПВА перемешала. Это будет подложка под заливку. Разбавлять я буду не водой, а грунтовкой на основе акрилата. Сейчас просто как следует размешаю. Нужно размешать до однородной массы. Сейчас я еще повымешиваю. Все это дело хорошо перемешать. Теперь будем делать краски. Краски у меня пигменты. Неполную ложку. Ой. Вот. В общем, я старалась сделать неполную ложку. Неполную. Но это все происходит на глаз. Вот так. Так же на глаз разливаю грунтовку. Грунтовку. И буду вымешивать тщательно. Грубые фракции. И, возможно, будут частицы крупные. Но я пробую. Возможно, это даст какой-то дополнительный эффект. Ну, посмотрим, как будет на деле. Так все красочки мы. Так. Дальше я хочу добавить ПВА. Конечно, ПВА с ложки полностью никак не соскальзывает. Потому что он вот ровно из банки получится, что меньше одной ложки. Ну, посмотрим. Вот сюда. Теперь буду стараться размешать. Воды не добавляю. Все это на основе ПВА и грунтовки акриловой. Размешивается без воды. Вот такой будет у меня силикон. Силиконовая смазка. Вот такая. Так. Я постараюсь капнуть по три капли. Ну, по-моему, получается больше. Получается кое-где больше. Но это не страшно, я думаю. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас. Так. Здесь я размешивала подложку под заливку. Теперь я хочу смазать. Смазать хочу, понимаете, края. Эта форма будет удерживать нашу подушку, чтобы она излишне не стекала по сторонам. Вот. С такой целью. Чтобы краски у меня не сразу растеклись, а хотя бы постепенно сформировался рисунок. Вот это будет... Мы перемешали клей в ПВА и одна ложка краски моющей сеть. Я повторяюсь. Это будет подложка. Вот заливочку. Вот заливочку. Она должна быть не жидкая, чтобы рисунок не расползся, не слился по сторонам. И наготове всегда салфетки, чтобы вытереть шпатель. Сперва я начну с коричневой. Так, лимонный. Сюда к бирюзовому. Розовый. И желтенького. Хочется желтенького все-таки. Вот. Ну, больше краски я не буду делать. Вот. И наготове у меня обязательно фен. Начнем. Легким движением разношу по подложке краску. вот, и сейчас феном погреем. на самом маленьком режиме. На самом маленьком режиме. в거랑... запах. Сделать. на самом... ... 2-1, 2-3. На самом маленьком режиме. На самом маленьком режиме. На самом-мine. На самом-минус. На самом-минус. На самом-минус. Пока я остановлюсь. Вот. Тут понаделала. Попробую чуть-чуть. Так. Что у меня здесь заходит? Сейчас. Попробую в эту сторону. Чуть-чуть. Вот. И сейчас попробую еще погреть. Сейчас попробуем еще погреть. Силикон я капала и, по-моему, не перемешивала в этот раз. Или потрясла один стаканчик. В общем, сейчас уже не важно. Я оставляю вот такой большой толстый слой. Посмотрю, как высохнет и будет ли вообще красочный слой гладким. Спасибо всем, что досмотрели мой ролик. Что поддержали меня. Всем желаю творческих открытий и разных экспериментов. Это съемка на следующий день. Что у нас вышло. Что-то расплылось. Текло чуть-чуть. Это были заливки на сухих пигментах. На чистых пигментах. Конечно, я уровень никакой не выставляла. Сушила вне комнаты. Поэтому имеет смысл все-таки задуматься и выставить ровную поверхность. Чтобы не утекал рисунок. Вот получились такие, как облачные пятна. Вот такой у меня был эксперимент.